МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на пятом канале. В студии Екатерина Юхнова о самых важных событиях расскажем прямо сейчас. В Азове прошла елка главы администрации города. Классика жанра от департамента ЖКХ. Снег выпал внезапно, а коммунальная техника вышла из строя. Четверть века отметил ансамбль танца и песни «Гуляй, россияне». В городском дворце культуры прошел традиционный новогодний праздник елка главы администрации, на который пригласили юных азовчан, отличившихся успехами в учебе, творчестве и спорте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В хороводе на праздники елка главы администрации кружились призеры школьных олимпиад, победители творческих конкурсов и спортивных турниров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И хотя Дед Мороз, как школьник, который не выучил урок, часто пользовался шпаргалкой, ребята веселились от души. Пришлось немного подождать главу администрации. Владимир Рощупкин объяснил свое опоздание тем, что коммунальщики опять оказались не готовы к снегопаду, а добираться по нерасчищенным дорогам проблематично. От себя лично, от администрации города и от депутата Законодательного собрания Ростовского власти Богданова Андрея Анатольевича, который по той самой причине, с которой я начал, пытается заниматься уборкой городских дорог. Он не смог до нас добраться, доехать, но попросил меня тоже передать самые теплые слова пожеланий, поздравления в ваш адрес. Я хочу вам сказать огромное спасибо от всего городского сообщества за то, что вы такие продвинутые, за то, что вы такие инициативные, активные, неравнодушные, молодые люди. И на самом деле вот от таких людей, как вы, во многом и зависит развитие той земли, на которой вы живете. Участники елки главы администрации своими успехами прославляют родной город. Именно на них во многом возлагаются надежды на развитие Азова в дальнейшем. Диана Телегина – победительница многих Олимпиад и конкурсов. Связывает свое будущее с экономикой. В частности, я стала полуфиналистом большой перемены всероссийского конкурса. Сейчас участвую в Олимпиаде «Финатлон» по финансовой грамотности. Также два раза ездила в степень успеха, как организация участником была. Всем азовщанам хочу сказать, что идите к своей цели, мечте и никогда не забывайтесь. Все в ваших руках. Егор Шабанов занял второе место в школьном художественном конкурсе и хочет овладеть рисованием в совершенстве. Мама, папа, я вас очень люблю и поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья. Хочу поздравить семью тоже, друзей и всех азовчан. Пожелать вам. Конечно, здоровье. Это сейчас самое главное в наших годах. И счастья, любви. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко. Азов.Инфо. Зимний сезон ежегодно проверяет коммунальные службы города на прочность. И с этой проверкой они справляются далеко не всегда. Почему на дорогах города образовалась снежная каша? Куда исчезла снегоуборочная техника? Когда город будет расчищен от снега? Об этом и не только в сюжете наших корреспондентов. Нас не устраивают такие дороги. За что платят люди налоги? Когда нет снега, очистительные машины просто стоят. Когда и снег, ни одной техники нет. Мощный снегопад, который обещали синоптики, подкинул проблем как коммунальщикам, так и горожанам. Азов попал в настоящий снежный плен, из которого нет выхода вторые сутки. В городе буксуют машины, ругаются пешеходы и автомобилисты. Вот смотрите на дорогу, посмотрите на дорогу. Вот дороги, засыпанные. Что делать? Хотя бы хоть раз просыпали песком, или машина хотя бы раз прошла. Ни на одном перекрестке встать невозможно и тронуться невозможно. Все, вот такое отношение к нам, к водителям. Посмотрите на дороги. Там же ходить невозможно, убиться можно. Ни песка не посыпать, ни разровнять, ни сделать дорогу. Они на следующий год планируют сделать миллиарда, в дружбу, вот эти все тыльные. А их не делают. 30 минут прождать тройку, это ужас. Водители, конечно, не хотят. Там невозможно ехать. Я работаю на улице Дружбы. Там невозможно проехать. Чтобы мне приехать на работу сегодня, я поехал через Пешково, через Павловку туда, по той дороге по Объездной. Вот. И все. Везде. Я не знаю, был бездольный мэр. У меня возле дома все дорожки были почищены. ЖКХ чистили тракторами. Сейчас у меня пенсионеры чистят, бабушки. Однако не всех водителей беспокоит состояние дорог. Некоторых выручают большой размер колес автомобиля и лояльное отношение к действительности. А у меня машина не имеет значения моей. Вам все равно. Да, меня это не беспокоит. Ну, ничего мы не поделаем. Не успеваем, может, где-то делать все. Правильно? Так что обижаться сильно не надо. Ситуацию с расчисткой дорог и тротуаров в городе мы попросили прокомментировать начальника управления ЖКХ Романа Ткаченко. Подрядная организация сегодня в ночь с 27 на 28 проводились работы по посытке чистой солью, противоголюбными материалами в уличной дорожной сети. Но и до того, что такие неблагоприятные погодные условия, которые не позволяют нам в полном объеме выполнить те качественные работы, которые должны быть проведены после завершения снегопадов либо обледенения. Сегодня действительно снег, переходящий в дождь, еще усугубляет данные работы. Ну и, конечно, это сказалось на технике коммунальных служб, которая в ходе ночных работ по посыпке вышла из строя. Механической службой механиков подрядной организации принимаются сейчас все необходимые меры по восстановлению технику и в кратчайшее время выйти на расчистку дорог. И, соответственно, в дальнейшем в ночное время вновь обработка противогололедными материалами. Мы, конечно, приносим свои извинения за те неудобства, которые жителям оказаны на сегодняшний день в передвижении жителей на работу по своим делам. Постараемся данные работы произвести в предельщей сроке и устранить те замечания, которые у нас есть по уличной дорожной сети. Екатерина Юхнова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В этом году исполняется 25 лет творческой деятельности Народного ансамбля песни и танца «Гуляй, россияне». В администрации Азова прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали участников этого коллектива. Народный ансамбль песни и танца «Гуляй, россияне» уже 25 лет дарит зрителям незабываемые эмоции, несет в мир красоту многообразной культуры России. По словам главы администрации Владимира Рощупкина, за время пандемии азовчанам стало очень не хватать выступлений этого ансамбля, который можно сравнить с ярким самородком среди творческих коллективов Азова. Искренне от души горжусь тем, что в Азове есть такие самородки. И вы всегда были украшением любого и городского мероприятия, и областного, и знаю, что у вас очень большая гастрольная программа. Действительно, вы знаете, она избитая вроде бы фраза по поводу визитной карточки, и я его вынужден часто употреблять, но это факт. Вот вы являетесь наряду еще с двумя-тремя коллективами наша визитная карточка. Ансамбль «Гуляй россияне» – лауреат и придер, множество конкурсов и фестивалей, где с гордостью и достоинством представляет богатство и широту танцевальной и песенной культуры разных народов. Самый первый состав. Сейчас ребята уже взрослые, которые также водят к нам своих детей. Это у нас сейчас уже пятое поколение в коллективе. Мы очень дружная семья, мы потихонечку развивались, благодаря тому, что наши отношения руководителей к своим артистам очень уважительные, доброжелательные и, можно сказать, родственные. Вот мы за счет этого и держимся постоянно. У нас отношения очень теплые и близкие. Во всех поездках мы всегда вместе. У нас нет никакого разделения ни по возрастам, ни по другим каким-то принципам. Мы очень любим друг друга, дружим, мы все праздники отмечаем вместе. При всех регалиях, наградах и достижениях коллектив не стоит на месте. Постоянно повышает мастерство, пополняет свою концертную программу, а также бережно сохраняет традиции. Лично для меня коллектив – это моя семья, это моя жизнь. Собственно говоря, уже 25 лет я живу в этой семье. Это, наверное, самое главное дело в моей жизни, а может быть и единственное. И другого дела я не хочу и никогда не буду иметь, потому что все, что есть в этом коллективе, у меня есть все. У меня есть любимые артисты, у меня есть любимая работа, которая мне очень нравится, в которой я до сих пор еще учусь и развиваюсь. Поэтому вот это вот дело жизни, вот это коллектив. В связи с юбилеем ансамблю «Гуляй, россияне» вручили сертификат на 25 тысяч рублей, а также наградили участников благодарственными письмами главы администрации. По словам художественного руководителя Натальи Сердюк, в ноябре ансамбль выступал в Кремлевском дворце вместе с театром студии «Маска», который был основан на базе Азовской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. Мы участвовали в концерте в Кремлевском дворце, и мы делали совместный номер «Калинка», который смотрели представители всех школ-интернатов России и произвели фурор, потому что все думали, что не могут неслышащие дети так танцевать и делать трюки, но у нас получилось. Также на мероприятии дипломами лауреатов финального этапа первых международных детских инклюзивных творческих игр были удостоены участники театра студии «Маска» Алексей Михалев и Полина Цибина. Одним из организаторов конкурса стал председатель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Алексей Сенник. Я очень рад, что детей по достоинству оценили, они заняли призовые места, и очень надеюсь на то, что это далеко не последняя их победа как вообще, так и в данном мероприятии, которое мы надеемся провести, и в 2022 году, если получится, то уже в очном формате. Татьяна Иваченко, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В марте этого года в нашем городе был создан благотворительный проект «Белая книга», цель которого – помогать детям из малоимущих семей, сиротам и инвалидам, приобретении книг, о которых они мечтают, но по тем или иным причинам не могут себе позволить купить. Инициатором и создателем проекта является Герман Токарев – писатель, журналист и рок-музыкант. В марте 2021 года буквально за несколько дней ему удалось собрать небольшую команду инициативных людей и провести первую благотворительную акцию «Белая книга» для детей-сирот. Были акции и с мастер-классами, где дети рисовали картины. Были акции, куда приезжали байкеры, потому что об этом просили сами дети, и мы исполняли их желания. И была одна акция-исключение – это посвященная Мише Матвиенко. Мы собирали именно деньги на его лечение, чтобы вовремя спасти ребенка. Мы понимали, что книга сейчас ему не нужна, ему нужны были деньги, и эта акция, она действительно стала единственной акцией-исключением. Всего за минувший год было организовано и проведено 8 акций и подарено около 100 книг мечты. В субботу 25 декабря состоялась 8-я новогодняя акция «Белая книга». Впервые для детей из малоимущих семей. Я бы хотел сказать спасибо всей команде «Белой книги» за то, что они весь этот год были рядом, помогали, участвовали. Без них, наверное, всего бы этого и не было, потому что один человек не справился бы. Тут важна именно команда. Каждая акция «Белой книги» – это всегда маленький праздник. В этот раз дети погрузились в сказочную атмосферу шоу мыльных пузырей, которая никого не оставила роднодушным – ни малышей, ни взрослых. Горящие от счастья глаза, улыбки и звонкий детский смех сопровождали представление от начала и до конца. Ну и, конечно, какой же новогодний праздник без главного волшебника и его помощницы – Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили детей с наступающим Новым годом, зажгли огоньки на елке и подарили те самые книги, о которых ребята мечтали и писали в своих письмах. Что касается вот этой новогодней акции, то, конечно же, хотелось бы выделить именно тех людей, которые помогли. Это Ольга Усманова и ее магия мыльных пузырей, которая создала вот это вот новогоднее настроение. И корпорация праздников «Хамелеон» – они привезли, можно так сказать, на санях с оленями, привезли Деда Мороза и Снегурочку, которые устроили вот новогодний праздник для детей. Ну и, конечно же, большое спасибо директору Городского дворца культуры Лидии Ивановой. Она подарила всем семьям пригласительные билеты на детскую сказку «Хрустальное сердце». Это тоже очень дорогого стоит. Спасибо им большое. Сегодня команда «Белой книги» насчитывает около 50 человек. Проект постоянно развивается, а значит, в новом году детские мечты будут вновь исполняться. Дагмила Улихина, Владимир Чекунов, Азов.Инфо На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 61554. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok